Всем тихой ночи! В SCP в виде объектов есть много разных вещей. И странные статуи, и теории безумных конспирологов, и сложные литературные отсылки, крипипасты и многие другие вещи. Особняком рядом с этим всем стоят городские легенды, всякие странные истории, которые придумывает абсолютно обычный обитатель современной и не очень эпохи, и которые вроде как выдумка, но с другой стороны, а почему бы и нет? А вдруг? Однажды в Англии начали поступать сообщения о пожарах вокруг церквей и гибели людей. При этом очевидцы всегда сообщали о том, что перед этими событиями всегда появлялась огромная черная фигура пса, от которой буквально веяло каким-то злом и страхом. Группам содержания SCP удалось обнаружить и поймать существо, и теперь оно содержится как SCP-023 в камере содержания, напоминающей перекресток. По какой-то причине, несмотря на свою способность проходить сквозь стены, монстр не покидает перекрестки. Помимо этого, 023-е может поджигать предметы, но главное, это то, что любой, кто подойдет к нему и посмотрит в его глаза, умрет в течение года. И даже рассылка 10 сообщений друзьям не поможет. В какой-то момент тело жертвы заполняется прямо изнутри горячим пеплом, отчего и наступает смерть. В общем, такого монстра содержать непросто, потому персонал фонда подал запрос на присвоение ему класса Кеттер. Но самое интересное в нем это то, что SCP-023 основан на старинной и до сих пор популярной в Англии городской легенде. Кстати, в самом объекте написано, что 023 имеет похожую природу с SCP-1111, а SCP-1111 тоже основан на похожей городской легенде, что как бы намекает. Еще в 16 веке в Англии были популярны рассказы о черной собаке, которая абсолютно бесшумно перемещалась по пустынным дорогам и одиноким тропинкам. Истории говорят, что поначалу путник слышит ужасающий вой, от которого в жилах стынет кровь. Затем видит приближающуюся черную фигуру, которая может иметь разные размеры формы, но чаще всего это вид собаки средних размеров. Когда существо подходит к человеку, оно открывает свой единственный глаз, который начинает ярко светиться. Человек, заглянувший в него, обречен умереть до конца текущего года. Потому, например, автор книги «Дороги и тропинки» Восточной Англии от 1901 года советует закрывать глаза при приближении призрачного существа. Ведь если монстр не сможет заглянуть в глаза путнику, он просто побежит дальше по тропинкам и узким дорожкам, искать более неосторожную жертву. Более-менее подобная концепция все еще у любителей всего загадочного и страшного и по сей день. Впрочем, в более старой книге, 1577 года, описание несколько иное, и оно более близко к SCP-023. Там существо бегает вокруг церквей, нападая на зазевавшихся людей, разрывая их своими могучими лапами и вызывая кругом пожары. Считается, что все эти истории произошли от того случая, когда один впечатлительный монах из обадства Петербора в 1127 году записал, как он видел проезжавших призрачных всадников, которые ехали на огромных черных конях, а некоторые еще и на козлах, и сопровождали их ужасные призрачные псы. Один из которых отбился от всего этого действия и остался бегать по окрестностям. В общем, типичная такая дикая охота. Довольно обычный для средневековой Европы сюжет, кстати. Даже вот в первом Ведьмаке была. Ничего особенного. Да и Кагор у них там в аббатстве Петербора определенно отличный. Хотя в объекте есть еще кое-что. Сам номер SCP-023. Правда, сам SCP-023 ничего не делается своим замечательным номером. Но это делают другие объекты. В зоне безопасности радиусом 23 метра есть камера, размером 23 на 23 на 23. Не важно чего. Главное, чтобы 23. Камера покрыта ванадием. А это элемент, имеющий атомный номер 23. В ней хранится SCP-233, который сам Клев предлагал переименовать в SCP-2323. Что во времена первые тысячи, по понятным причинам было невозможно. А сейчас этот номер занимает другой объект. Миметическое явление, которое заставляет птиц питаться невидимыми маленькими человечками. В общем, страшная вещь. В камере содержания SCP-233 хранится невозможный многогранник, состоящий из 23 равносторонних треугольников. Объект настолько невозможен, что меняет законы математики вокруг себя, производя всевозможные искривления реальности. Поначалу я подумал, что этот объект как-то связан с вирусом-23. Я уже когда-то делал ролик об этом в контексте меметики, но тут оказывается замешаны не только смертельные мемы. В общем, как оказалось, Цифра-23 была популярна не только среди безумных хиппин, начитавшихся киберпанка. Делая то видео, я кое-что упустил. А оказывается, всё пошло куда дальше. Цифра-23 в какой-то момент стала появляться в жёлтых газетах, разных книгах с безумными теориями. В итоге вышел даже фильм с Джимом Керри, который в русском, прокате называется «Роковое число-23». Серьёзный драматический детектив с налётом мистики с Джимом Керри в главной роли был принят не очень хорошо. Но похоже, это не только от того, что в принципе странно видеть этого актёра с серьёзной миной, но и потому, что люди в целом не поняли суть, потому что не смотрели мой видос про вирус-23. На тогдашней волне популярности числа 23 нашлось несколько книг с теориями заговора, в которых этому числу отводится особое значение. Например, книга про заговор иллюминатов от 1977 года и ещё пара подобных, как обычно «Дикая дичь». Но среди них есть одна особенно интересная. Это книга от 1963 года под названием «Принципы дискордия». «Принципы дискордия» — это основная книга псевдорелигии, которая называется «Дискордианство», и суть которой в том, что и порядок, и беспорядок — это созданные мозгом иллюзии, а в реальности есть только бесконечный неделимый хаос. Всё остальное в этом учении больше похоже на один сплошной прикол, со смесью греческой мифологии просто абсурда, но может в этом и весь смысл. Тем более, что в конце книги есть замечание, мол, если читатель подумал, что эта книга — это какая-то шутка, то он должен перечитать её ещё раз. Серьёзный подход. Но главное для этого видео — это то, что именно в этой книге число 23 впервые упоминается как роковое и значимое. Объясняется это тем, что если сложить 2 и 3, получится 5, что отсылает к закону пятёрок, который есть в дискордианстве, и который звучит так. Все вещи происходят в пятёрках или делятся на 5, а некоторые вещи напрямую или косвенно соответствуют 5. Пятая церковь подтверждена. Ладно, пока стоит закончить со сложными откровениями обсудить Человека-мотылька. История Человека-мотылька, впрочем, тоже оказывается не так проста. Обычно я рассказываю про объект SCP, и уже потом то, на чём он основан. Но в данном случае это так не будет работать, и сделать необходимо наоборот. В 1966 году пять человек занимались тем, что копали могилу на кладбище, и все пятеро впоследствии утверждали, что видели летающую человекоподобную фигуру. Через несколько дней в полицию написали заявление сразу четыре человека, которые утверждали, что на них напало белое существо, похожее на летающего мотылька. Жёлтые газеты сразу подхватили эту историю, и за пару месяцев раскрутили её так, что сотни людей по всей Америке начали рассказывать о встречах с этим существом. Кто-то рассказывал о нём как о монстре, кто-то как о пришельце, а кто-то как о криптиде. На основе этой истории был даже снят фильм Человек-мотылек 2002 года. Фильм рассказывает о полицейском, который получил сообщение о существе, и начал его расследовать. Но Человек-мотылек оказался не так прост, и начал повсюду преследовать его. Конечно же, фонд SCP не мог пройти мимо такого явления. SCP-2901 это вид ночных падальщиков, которые похожи на мотыльков, но при этом способны перемещаться во времени и телепортироваться. Фонд не нашёл способов содержания этого монстра, и занимается только дезинформация общественности, направленной на то, чтобы люди думали, что это просто глупая городская легенда. Или нашёл, ведь фонд установил, что явление, имеющее номер 2901, имеет ту же физическую форму, которой его в своём воображении наделяет не менее 70% населения в округе. Оказавшись в районе Западной Вирджинии в США, существо приняло облик персонажа местного фольклора, человека-мотылька. Поначалу фонд боролся с этим, но потом понял, что содержать монстра с крыльями намного проще, чем сущность неопределённой формы и вида, которая может измениться в любой момент. Поэтому SCP наоборот, начали укреплять миф о человеке-мотыльке, формируя определённый его образ в массовой культуре, через те же фильмы и статейки в желтушных газетах. SCP-объекты, основанные на городских легендах, как по мне, обладают какой-то своей особенной магией. Они дают понять, как глубоко может зайти человеческое безумие, и нередко за ними стоит действительно интересная история. Так что надеюсь, это не последнее подобное видео, и найдётся что-то ещё. Всем пока!